Здравствуйте! С вами новости телеканала САМПО ТВ 360. В студии Эдуард Тур и вот некоторые события этого дня. Мы максимально делаем все для того, чтобы ребенок получил нужное исследование, любое, в максимально короткие сроки. Новый цифровой рентгеновский аппарат появился в отделении лучевой диагностики детской республиканской больницы. Большая глубина, порядка трех метров. А если сюда пойдет еще глубже, тут яма до десяти. И все это горит вовнутрь. Свалка твердых бытовых отходов под пряжей горит больше суток. Административная комиссия Петрозаводского городского округа рассмотрела протокол и материалы вынесли на решение о назначении предупреждения. Кому может грозить штраф при прогулке с питомцем, как его избежать узнала наша съемочная группа. Отделение лучевой диагностики детской республиканской больницы продолжает получать новую современную медицинскую технику. В рамках подготовки к празднованию столетия Карелии за счет средств резервного фонда президента России для учреждения приобретен цифровой рентгеновский аппарат. Подробности в сюжете Дениса Тюрина. Новый цифровой рентген-диагностический аппарат полностью отвечает всем критериям современного медицинского оборудования. Пакет специальных педиатрических программ позволяет в комфортных условиях даже для самых маленьких пациентов выполнить обследование. И что немаловажно снизить воздействие лучевой нагрузки на организм. Особенно маленькие от года до 5-6 лет, они очень негативно относятся к самому исследованию. Поэтому вся сложность заключается в том, чтобы уложить пациента и сделать исследование без дополнительных помех. Министру здравоохранения Республики Марине Швец сотрудники больницы продемонстрировали многофункциональность аппарата. С помощью дополнительного оборудования для обследования малышей и электронной системы обработки и архивации информации лечащий врач может быстро изучить снимки и результаты диагностики на своем компьютере. Без обращения к узким специалистам. На сегодняшний день Детская республиканская больница оказывает помощь 10 тысячам детей стационарных больных и 11 тысяч приписного населения города Петрозаводска. Ну и плюс 120 тысяч детского населения, которые есть в консультативной поликлинике, сегодня приходят к нам. Поэтому мы максимально делаем все для того, чтобы ребенок получил нужное исследование, любое, в максимально короткие сроки. И, конечно, приобретение по президентскому фонду такого аппарата рентгеновского цифрового, оно позволяет нам укоротить сроки доступности медицинской помощи. Приобретение рентген-диагностического аппарата – лишь малая часть в проекте технического переоснащения Детской республиканской больницы. Так, в рамках мероприятий к столетию Карелии учреждение получило новейшие аппараты УЗИ – наркозно-дыхательное, эндоскопическое, офтальмологическое оборудование. В этом году больница ждет средства для проведения сложнейших медицинских исследований. Больше суток горит свалка твердых бытовых отходов в километре от Пряжи. Об этом собственник полигона узнал еще вчера, но утверждает, что пожарные не стали тушить, поскольку территория частная и огонь не представляет опасности. Анжела Маркевич своими глазами оценила масштабы происшествия. Сегодня 10 октября. Свалка, говорит, уже второй день. Горят почти 500 квадратных метров. Правда, собственник говорит, что ситуация под контролем и сегодня обещает ликвидировать это возгорание. Сами пожарные пока не разделяют оптимизма хозяина свалки. И говорят, что тушение одной лишь водой быстрым не получится. Надо подключать технику. Большая глубина, порядка трех метров. А если сюда пойдет еще глубже, тут яма до десяти. И все это горит вовнутрь. Только экскаваторами. Отправили тушить, да, из-за того, что дым. Трасса задымлена. И сама пряжа тоже? Пряжа? Нет. Трасса, да. Но скоро будет и пряжа. Директор полигона сетует, если бы вчера, когда горело всего 50 квадратных метров, их пролили пожарные, сегодня масштабы были бы меньше. Накануне пожарные были на месте, заявляет в МЧС. Но поскольку угрозы распространения огня на населенные пункты и лес не было, к тушению не приступили. Решение поменяли сегодня, когда появилось сильное задымление трассы и жалобы жителей Пряжи. В настоящее время работают три единицы техники, 12 человек. Работают силы арендатора. В сроке выполнения задачи я определяю сутки, край двое суток. То есть, к исходу завтрашнего дня мы эту ситуацию ликвидируем. Угроза перехода огня на лес нет. Угроза перехода огня на населенный пункт Пряжи нет. Это я гарантирую. Поэтому задача будет выполнена в планном рабочем порядке. Собственник полигона говорит о поджоге. Он уверен, свалка сама загореться не могла, поскольку три дня шли дожди. По факту поджога мы обратились в полицию, в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело. Что ответили? Вдруг что общался с прокурором. Ответил, что будут искать состав, будут расследовать. Напомним, летом этого года вокруг свалки разгорелся скандал. На полигон начали свозить мусор из Ленинградской области. Во время проведения выездной проверки с участием главы Карелии Артура Парфенчикова факты складирования мусора из соседнего региона подтвердились. Оператора свалки обязали прекратить прием мусора. А по поручению главы Карелии на въезде на свалку был установлен круглосуточный пост наблюдения за ситуацией на полигоне. Анжела Маркевич, Александр Борисов, Сампо ТВ 360, Пряжа. Какая петрозаводская скульптура преобразится, а также где жители республики смогут спеть по-карельски, расскажем коротко. 13 октября на стадионе «Спартак» пройдет восьмой турнир по футболу среди мужских команд памяти арбитра FIFA Владимира Питая. Участие в соревнованиях примут в шесть команд. С 25 октября по 7 ноября рядом с границей Карелии пройдут учения НАТО. Финляндия разместит на своей территории воздушные силы Альянса и откроет небо для маневров. Петрозаводская скульптура «Дерево желания» обретет новый облик. Ствол и ветви арт-объекта отреставрируют, а сверху нанесут люминесцентную краску, которая светится в темноте. 20 и 27 октября жители Петрозаводска приглашают на осенние субботники по подготовке трассы «Фонтаны» к зимнему сезону. Встреча в 11 часов у начала маршрута. Петрозаводчан приглашают принять участие в проекте «Спой по-карельски». В ноябре пройдет прослушивание и отбор участников. Успейте оставить заявку. 6 октября в Сиву вступило соглашение, подписанное правительством Карелии и МВД России. Теперь полицейские смогут составлять протоколы о нарушении правил общественного порядка и безопасности. Штрафы грозят и шумным соседям, и тем, кто неправильно выгуливает своих собак. Как избежать наказания на прогулке с питомцем, узнала Анжела Маркиевич. Республиканский закон об административных правонарушениях с подробным списком требований выгула домашних собак существует с конца 2012 года. За его соблюдением следили муниципальные инспекторы совместно с представителями Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и сотрудниками полиции. Находили нарушителей и выписывали протокол. Теперь этим будут заниматься полицейские, например, в ходе обычного патрулирования дворов и улиц. Здесь должно быть наличие вот человек-собачник, и вот его собака, которая идет без поводка и без намордника, несмотря на ее размеры, добродушность и так далее. Она должна быть на поводке и в наморднике. Корольский закон не разделяет собак по породам, размерам, характеру. Единственный вариант, когда стражи порядка не подойдут к собачнику, это если его пес выгуливается в специальной сумочке или на ручках. Тебе, Марлета, не грозит, поэтому смирись. Давай сюда свою моську. И привыкай. Пошли гулять. Штрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей или выписывать предупреждение стражи порядка будут из-за выгул собак на территориях больниц, школ, детсадов, стадионов и других площадок, где находятся несовершеннолетние. Примечательно, что правила благоустройства Петрозаводска, например, разрешают гулять с собакой без поводка и намордника. Но специалисты заявляют, республиканский закон главенствующий. Да и за нарушение муниципальных правил ответственность не предусмотрена. Зачем в правилах благоустройства написано «разрешается», «допускается»? Правила в том числе и дорабатываются сейчас. Административное законодательство действительно очень активно меняется и совершенствуется. В данном законе, в нынешней редакции установлена ответственность за выгул собак без поводка и намордника. Новая статья в этом законе появилась в июле 2018 года. Она обязывает владельцев собак убирать отходы жизнедеятельности за своим питомцем. За процессом следят должностные лица органов местного самоуправления. Насколько тщательно, парламентарии узнают ближе к концу года на заседании профильного комитета, куда пригласят тех, кто этот закон исполняет на местах. После чего, возможно, документ будет откорректирован. В столице Карелии муниципальный жилконтроль уже совершил несколько рейдов. У нас в одном из рейдов была гражданка обнаружена в парке. После выгула собаки не были убраны экскременты. Административная комиссия Петрозаводского городского округа рассмотрела протокол и материалы, вынесено решение о назначении предупреждения. Хозяйке собаки повезло. Комиссия могла назначить штраф от одной до двух тысяч рублей за неубранные продукты жизнедеятельности пса. Впрочем, пока ситуация складывается парадоксальная. Площадка для выгула собак в Петрозаводске одна на весь город, а специальных контейнеров для экскрементов животных по пальцам пересчитать. В районах республики, вероятно, нет и этого. Тем временем выбрасывают собранное за домашним питомцем в обычные урны. Нельзя. Тоже штраф. Анжела Маркевич, Александр Борисов, ретривер Марли, Сампо ТВ 360. Приз в номинации «Лучший актерский дуэт» на шестом международном театральном фестивале «Подмосковные вечера» сегодня получили актеры театра драмы «Карелия» и творческая мастерская. Награда досталась заслуженным артистам республики Георгию Николаеву и Ирине Старикович в номинации «Лучший дуэт». В мытищах, где прошел фестиваль, они представили спектакль «Другой человек» режиссера Александра Невинского. В фестивале принимали участие театры из Македонии, Казахстана, Химок, Мытищ, Орлака, Луги и Нижневартовска. Также в начале недели перед столичными зрителями выступил музыкальный театр «Карелии». В рамках фестиваля «Видеть музыку» труппа представила балет Лео де Либо «Капелия» в авторской версии Кирилла Симонова. Спектакль прошел с аншлагом. Неоднозначно и на злобу дня актриса театродрамы «Карелии» и творческая мастерская Лера Ломакина представила клип на собственную песню «Мама плохому не научит». Работу восприняли по-разному, но сама исполнительница заявляет, это ее полноценное высказывание на тему жесткого навязывания молодому поколению стереотипов успешной жизни. Продолжить тему Наталья Кузьмина. Соцсети, блогеры и популярные реалити-шоу сегодня пользуются огромной популярностью среди молодежи. Жить на показ стало непросто, модно. Это современный стереотип успешности. Песня и клип «Мама плохому не научит» как раз о нем. Актриса театродрамы Лера Ломакина уверена, молодежь находится под прессом общественного вкуса и ложном представлении о счастье. Мне хотелось тоже на это сделать акцент, что девочки уже с 16 лет начинают искать верные ракурсы груди, верные ракурсы губ. И учиться быть не раскрепощенными самими собой, а быть наоборот какими-то искусственными, форматными. Вот мне очень не нравится это слово «быть форматным», то есть продаваемым, покупаемым, чтобы я заходила, так скажем, в мой формат. А мне кажется, что наоборот надо двигаться в сторону индивидуальности, искать себя, развиваться, больше читать, смотреть. Песню «Мама плохому не научит» Лера Ломакина написала за один день. Над клипом работала команда в течение целого года. По мнению актрисы, он предназначен скорее для молодых девушек, чем для взрослого поколения. Мама плохому не научит Кому-то показалось, что это полный трэш, кому-то показалось, что это вообще подсудное дело, что мы тут показываем как-то мамочки, например, которые не в курсе, они как-то на свой счет почему-то восприняли некоторые. Но я думаю, слава богу, если вы об этом задумались, если вас это зацепило, значит, наверное, вы что-то схожее в воспитании или в стиле, да, увидели, на что обиделись. Родная мама девочки Алисы, главной героини клипа, признается, видео произвело неоднозначное впечатление, но ведь и сама тема воспитания ребенка непростая. Общество диктует молодым девушкам быть не такими, какие они есть на самом деле, да, а представляет их каким-то товаром. Детей воспитывают отношения внутри семьи, то есть дети повторяют модель, которую родители транслируют сами. То есть можно говорить сколько угодно ребенку о том, что так делать не надо, но если ты сам это делаешь, то ты сеешь те зерна, которые, собственно говоря, и прорастут. Сама же семилетняя Алиса в силу возраста пока смысл клипа и песни не поняла, но съемочный процесс ей понравился. В этом году девочка сама решила заняться вокалом. На мое мнение, это клип обо мне, почему-то для меня. Клип о тебе, а ты какая в клипе? Красивая. Наталья Кузьмина, Владимир Волотовский, Владислав Будников, Сампо ТВ 360. Далее смотрите очередной выпуск программы «Персона» с Лерой Ломакиной. А с вами был Эдуард Тур, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова